Заксид, Украина, Зе Трамп, или феномен украинского популизма Назар Кись Заксид.нет, Украина 7 марта 2019 года, Владимир Зеленский, вырвавшийся в лидеры президентской гонки, вызвал неоднозначную дискуссию в информационном поле страны, дискуссию о сознательных гражданах и реванше быдла Здесь еще можно понять простого обывателя, которому, как Владимиру Литвину, например, душа, болит, за, Украина Простой, но сознательный гражданин, обладает всеми основаниями презера отчасти сограждан, наученных еще во времена кричалки, спасибо жителям Донбасса А после революции, войны и движения волонтеров, и подавно Но логику действия и призывов лидеров мнению из президентской плеяды популярных писателей понять невозможно Если вы решили конкурировать с Зеленским, а не помогать ему победить, зачем вы мобилизуете его электорат? Вы действительно считаете, что назвав кого-то быдлым, а то бьете охоту у людей пойти на участок и проголосовать? Или клеймение Коломойским? Чем, по вашему мнению, Коломойский хуже Ахметова? Днепр, например, в составе Украины, в отличие от Донецка, после гудка мира, речь идет об инициированной в 2014 году ренатом Ахметовым акции за мирный Донбасс, которая сопровождалась гудками предприятий, принадлежащих бизнесмену Таким образом якобы выражалось недовольство властями ДНР, примечание редакторов Но Коломойский, враг, Ахметов, попутчик революции, как сказал генпрокурор Юрий Луценко Или вы думаете, бессознательная масса поэтому и бессознательная, что должна была бы остро отреагировать именно на аферу с приводбанком, а не на роттердом плюс Что же, вынужден вас разочаровать, то быдло не такое уж тупое, и не такое уж и быдло Вот несколько примеров Реванш, говорите А вертолетная площадка Януковича для мамы депутата от БПП на пятую годовщину расстрелов тогда что? Реставрация бурбунов, офшоры и сотрудничество с россиянами после Е-декларирования чиновников Разведчик Смычка тоже не впечатляет Называть кого-то клоуном после того, как один пожирает землю, другой дарит цветы и держит за мужское достоинство премьер-министра на трибуне парламента Третий, еврей-выпускник МАУП, также уже не работает Марионетка собственник один плюс один А если собственником пропрезидентского канала прямой является экс-регионал Макиенко, то здесь кто кому марионетка? В конце концов, кто же такие украинские лучшие люди? Политическая элита Скажем откровенно, не Фонтан Еще и заигрались в большую политику в стиле разделяя и властвуя на уровне райцентра Эти тупые предательства и подставы не потому привлекают внимание, что запутанные и неприметные, а потому, что все уже привыкли и смирились С другой стороны, какая страна, такой селфмади Почему-то реализовать свои таланты смог не наш комик, и не инженер-изобретатель Такие условия создала элита, извините Такое впечатление, что главной задачей советников и технологов действующего президента является желание понравиться начальству, а не обеспечить результат Имеем популизм как общемировую тенденцию под соусом противостояния народа с элитами Имеем страну, где три человека контролируют 6% ВВП, где судьи, прокуроры, чудо-люстрации и вот это вот все Имеем на старте якобы кандидата Вакарчука, голоса которого можно было теоретически размыть за счет ручного комика И тут такой сюрприз И крики, реванш Украина в опасности Вопрос, кто после этого тупой? Понимаете, мобилизация сознательного электората, это правильно, и иногда даже похвально Но перекладывать на народ собственную тупость, жадность, безответственность и любовь к двойным стандартам, это слишком даже для вас Просто опираться надо было на ту часть народа, к которой вы сейчас апеллируете А не на Керниса Струхановым и молодую команду Черновецкого Или апеллируйте тогда к ним Проукраинская часть общества за последние годы сделала все для того, чтобы у вас, уважаемые элитари, что-то получилось По факту получается, что Коломойский переиграл власть ее же любимыми методами, с помощью прокси-политику и медиа Внешне это напоминает то, как популизм и российские тролли расшатывают устои демократии Но какие устои расшатывают у нас? Независимый суд Самодостаточное местное самоуправление? Да, Украина действительно в опасности Да, Зеленский на посту главнокомандующего, это неприятно и рискованно Но ведь было пять лет, чтобы вся система перестала держаться на плечах одного титана Кто-то же стремился изменить систему Что же это за система такая, которая не протянет без своего архитектора? Кстати, народ, с которым снова не повезло, пять лет назад был тот же Это вы, уважаемые, сами подготовили почву для появления кандидата ЗЕ И вы также виноваты в девальвации понятия президент Украины А теперь стараетесь столкнуть лбами сознательных с быдлом Провернуть фокус имени Леонида Кравчука Переименование УССР в Украину с сохранением нужных людей на нужных должностях Пользуясь патриотическими чувствами избирателей Возможно, у вас даже получится Но осадок, как говорится, останется ПС, так называемое быдло, как правило, ориентируется на так называемый успех Если сравнить, то кто на этом этапе успешнее, бывшие милиционеры, прокуроры, регионалы Или настоящие проукраинские активисты Одессы или Херсона И с какой стати тогда бессознательной массе становиться проукраинской? Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ И не отражают позицию редакции на СМИ Продолжение следует...